Неделя студенчества стартовала в Вологде. Молодежь ждет целая череда ярких мероприятий, посвященных их празднику, который отмечается 25 января. В списке экскурсий по городу, донорская акция, фитнес-вечеринка и городской фестиваль студентов. А началась неделя студенчества с интеллектуально-спортивного квеста по областной столице, подробнее о котором расскажет Екатерина Олейникова. Задание состоит из трех частей. Вот так скажем. Название, основной текст, формат ответа. Все части важные. Читайте все. Название задания вам может помочь. Текст – это основная информация, которая в задании есть. И формат ответа, что нужно искать. Как только правила рассказаны, игрокам поступает первое задание. Стоя в Кировском сквере и глядя на пришедшую по интернету картинку, нужно найти здание, которое изменилось больше всего. Самые умные сразу убегают к строению, в котором когда-то была церковь, а сейчас располагается театр кукол-теремок. Несколько минут на поиск кода и вот уже следующее задание – найти трех богатырей, закованных в ледяные оковы. Быстро оглядевшись, игроки соображают – нужно бежать к кораблям. И таких заданий, рассказывающих интересные факты о Вологде или заставляющих взглянуть на привычные вещи под новым углом – 11. На их выполнение авторы заложили около двух часов. Наш проект заинтересован на то, чтобы популяризовать как раз активные прогулки по городу с какими-то важными историческими моментами, с разгадыванием их. Вот такие игры на то, чтобы люди внимательнее смотрели на свой город, изучали его, ну и любили больше, естественно. За победу борются студенты вузов и СУЗов. Всего около двух десятков человек. Большинство впервые участвуют в квесте, но есть и опытные игроки. Я участвовал буквально в том году, в конце ноября, был военно-патриотический квест. Мне это нравится, мне нравятся все подобные мероприятия. Они увлекательные, познавательные, то есть, если что-то не знаю, получают какую-то информацию. Квест-экскурсия открыла в Вологде неделю студенчества. Акции и интересные события расписаны на каждый день. Завтра в 10 утра студентов будут ждать на станции переливания крови, где пройдет традиционная акция «Студент-донор». В среду и четверг праздничные мероприятия пройдут в учебных заведениях. А завершится все большим спортивно-интеллектуальным праздником. В пятницу будет фитнес-вечеринка, как альтернатива празднования Дня студенчества. И неделя завершится финалом, который пройдет в субботу. На финале более 15 команд из разных учебных заведений города поборются за звание «Лучший». Фестиваль будет состоять из трех интерактивных площадок, которые будут работать параллельно друг к другу. Это интеллектуальная битва, сдача норм ГТО и морозный зачет по типу больших гонок. До Дня студенчества осталось еще два дня. Он отмечается 25 января. Поэтому пока поздравления принимают только участники квеста. Победу в нем одержала команда Вологодского госуниверситета. Екатерина Оленикова, Михаил Прищев, Вологда Портал.